ну вот наконец-то поймали дмитрия некрасова как ураган постоянно нету его здесь нету здесь что-то кричит пьет свет человек такой ураган как фестиваль фестивале до этого рост его форма ну не пистолет его дегустационный конкурс ну конечно как я ожидал просто просто мега мега круто мега позитивно и для меня важно что я участвовал что я все пробовал что я вижу свои оценки что я их увижу я увижу ну да как бы прозрачная я пойму пристрастия рынка потому что мы на самом деле не только пивары но и потребители и конечно юра семеран красавчик подложил нам семью свинью которая сработала на всем показал ребята вы на самом деле такие же простые люди как и все и вы пьете простые понятные сорта пива от калсберга и вы за них голосуете причем с таким отрывом правда это произошло в категории где собственно конкуренции не было не честь и сказать там совсем мало задорки у меня помада да 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 17 15 тоже где-то пыталась заскочить вылетела да кстати из лару это это был хит конечно подставил от карлсберга дарк лагер и он выиграл с большим отрывом большим отрывом просто да это еще это еще раз накладывает на нас опечаток и говорит о том что мы должны быть толерантны мы должны заниматься шапка захидательства научиться всегда есть чему нужно слушать чужое мнение нужно все равно конечный это потребитель конечно это говорить и если он говорит ребята и оказывается мы точно такие же значит все-таки кривит душой я уверен что если вы рассказал что вот это что участвует калсберг мы бы все увидели что самое прозрачное самое красивое темное пиво это конечно же мы поняли что это калсберг и дизлайками вы конечно бы загасили но мы такие все дегустаторы непрестрастные крафтовые да ой классно это была прозрачная это была фишка этого дегустация это и это зоро но немножко припустил вот скажем на землю потому что но все ровно с саблями на танке уже я надеюсь бросаться теперь никто не будет надо уважительно и может даже чему-то учиться будем все таки да да копии гигантов так что мне все понравились позиции моего завода мне тоже понравились что-то выиграл здесь и что-то выиграли и как в принципе попадание там для меня важно было попадание там в десятку да скажем почему потому что сам будучи дегустатором в этой комиссии когда финалистов выносит я понимаю что ну все тяжело выбрать что-то из этого это все равно статистически удача попадание в финал это успех для любого кто попал в финал я всех поздравил всех финалистов с этими результатами ну вот говорят что на этом в этом году что откровенно плохого пива как бы уже и не было были там образцы но не такое подавляющее большинство как в прошлом например году поэтому уже конечно надо делить и стиле немножко разделять там потому что в стаутах но очень было сложно они были такие шикарные финал стал так а я расстраивался потому что я кого-то ду кому-то должен дать девятое место ну так масло ничего во первых это разный стиль я дал по предпочтениям я не люблю сухие стал у меня сухой стал был за за нам замажать я люблю бельгийцев я их поднял все просто все понятно но я даже свои сорта где-то в середине отмечал а нет у меня не было на сегодня портеры было чисто по предпочтениям что нравится хочется чтобы результаты вот этого всего были правдивыми как можно самого себя обмануть ну да это практически невозможно понятно я все хочу спросить как ты пришел в пивоварение вот самые 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 истоки скажем так пивоварение случайно случайно на самом деле я продавал пиво занимался пивом ритейлом компания которая продавала там очень много пива донецкой пивоварензаводом были дистрибьюторами нас возник маленький небольшой свой барчик доброшуми семейный который там плавно продавал пиво и в какой-то момент мне почему-то показалось совершенно спокойно можно в этот бар поставить пивзавод жена сказала ты вообще ничего не понимаешь мы собрались поехали на пивную выставку я убеждать ее что она вообще ничего такого не потом оказалось что было было люсдорф был открыт мы поехали потом смотреть его и открывалась пивариум хотя он уже открывался который только заказал завод но у них что были проблемы со стройками даже на неделю раньше пивариум открылись по большому счету и я ехал жену убеждать что нам нужен пивзавод она мне говорит что это нереально в рамках ресторана увидели насколько это возможно поехали тогда по российскому рынку очень много было этих пивоварен поехали смотреть в европу выбрали поставщика оборудования сделали проект впихнули его в маленький наш барчик хотя сначала планировали в наружу его делать отдельно и возить пиво то что сейчас в принципе модно но тогда это было бы утопия и благодаря там совладельцу на тот момент одесской господи только что сказал я люндорфа да он говорит ну слушайте ну к нам до сих пор приходят заглядывать чан плюют туда грядов что реально варите что ли и так оно и было когда мы поставили все люди начали смотреть невзирая на то что это завод насосы все это видно и многие так что то действительно не бутафория подавляющее количество людей но здесь в новинку когда-то за 10 лет кардинально кардинально поменял ситуации сейчас наличие пивоварни внутри помещения уже фишки не дает и зачастую дают минус потому что забирать места и мы же за лидерами рынка должны смотреть да и маркетинговая и пивоварина конечно правда показателя но своих супер дорогих площадей супер востребованных площадей на площадке убрал варочники и занимается древними вещами вот а поскольку я купил это оборудование в 2007 году пивоваров не было от слова совсем и когда я понял что мне нужен человек и я понял а я будучи там сарматом на сармате что на сармате люди которые от начала до конца все понимают и знаете единицы слишком там разделен процесс тут варщик и так далее и небольшую ресторанную пивоварню производящую там максимум 300 литров в сутки ну какая может быть зарплата я понял что позади меня пылает все пылает да мои кредиты подвешены хочешь сделать сюда хорошо сделай это сам да плюс мы выбрали компанию очень технологичную компьютерного я программист и мне было легко научиться как только дурак научился делать потом стал вникать в сам процесс по книжке и непосредственно занимаюсь поварением выборочно и таким образом самостоятельно там первый год научился что-то понимать дальше пошли проекты вместе с их технология которая собственно меня протащила в этот пивовар и ездил по их проектам потом стали мне приглашать пивовара потом рынок стал расширяться люди начали обращаться ко мне поделиться опытом я делился и вроде как там даже чему-то учил да но ты как крестный отец получается многих пивоваров нам он очень сильно помог в свое время ты же знаешь именно своевременная точечная эта помощь которую ты ценишь да которая на самом деле мне далась если ты помнишь очень легко потому что позвонил вот именно тогда да вот через три дня уже было бы не до попала как раз это же значит вот но судьба идет судьба я люблю помогать и мне часто помогают понимаешь самое главное что все что я знаю это я знаю потому что я помогаю потому что я учусь на чужих ошибках учусь на своих ошибках тебе помогает меня собирать информацию хотя бы дает собиратель найдут ошибки но у меня нет я такой же был я смотрю вот это вот это вот это вот это вот и все а так никакой гениальности нет у меня даже слов нету ну конечно человек энергия постоянно в движении постоянно движение главное вот выбрать себе брата проториваешь скажем так вот с самого начала как тяжело было вот когда не было вообще даже прецедентов открыть частную пивоварню как это получилось все эти законные органы получить эти лицензии это же вообще я сейчас слушаю сообщает скулы конечно чем она например там самый первый вариант когда нам не разрешали то есть по нормам еще пришедших союза нельзя было пивоварню ставить ближе 50 метров от 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 ресторан по нормам ресторане не могло быть пивоварни ну да и там скуркулезный анализ жены там юристов наших которые вывели что мы писали письмо в комиссии по видам экономической деятельности какому виду экономической деятельности относится пивоваренье в ресторане и она делает это для своих гостей продают только внутри ресторана нам пришел четкий ответ что это предприятие общественного питания то есть фактически мы один из цехов кухни и что в этом случае нормы которых нам применять пыталась санэпидемстанция тогда не состоятельно потому что мы не производство они на себе вы производите почему мы производим новые такие большие то есть это же не то что там кастрюлька 5 литров я говорю но дело ведь не в этом большой паэроконектомат это там мы же продаем здесь и мы таким образом победили самую главную наверное часть проломали проломали да и потом довольно часто ты знаешь проломал определенные вещи которые там законодательно убивали возможность всякую пивоваров существовать и сейчас мы это уже делаем там сообща сообща там уже лицензии получается легче немного легче тогда конечно ты один как перс и потом каждый кто звонил это как ты тут где санэпидемстанция рубит выручить но засыла им это письмо они делают такое получают ответ идут со станции через какое-то время санэпидемстанция перестала это дело победили победили ну блин круто у меня конечно нет слов но то время вообще скажем локомотивом так работаешь пивоварение частного пивоварения крафтового пивоварения вот в украине именно таким правом я очень рад что она появилась потому что например долгие годы года наверное до несколько лет точно единственным там человеком с кем я мог там в украине пообщаться там это был тарас и все больше никого я даже никого не знала с тарасом тоже поговорили и поэтому когда мы первый фестиваль на пивоварни делали я там звонил тому кого знаю это было это очень мало нас приехало 12 пивоварь 12 12 пивоварь и это было так круто так интересно всем такое вообще ноль коммерческого интереса то есть это огромные траты компания которая принимала но это хайп это интересно это дружба да и до сих пор даже вот большинство просто энтузиасты как бы своего дела и на энтузиазме долго не продать долго не не понять я понимаю да но суваться именно чтобы заработать деньги вот раз вложил и заработал но это не это не миссия невзирая на мнение некоторых людей о том что потрат на это плохо это неправильно должно быть это очень правильно потому что это позволяет не сразу вам вот с головой да я знаю как это тяжело да а попробовать понять не отрываясь от основной своей деятельности да многие ребята-контрактники работают зарабатывать деньги а это у них хобби и хобби маркетинговая больше да они пивари да но они изучают ремесло и как только они поймут что они готовы не построить свой заводик и нашел свой собственный путь а как по-другому ну да по-другому ну никак не не столько бизнес и еще какая-то часть творчества же здесь есть потому что но любой продукт это творчество любую но здесь большая часть занимает вас придумать воплотить это идею каждый раз возникают новые новые тенденции какие-то и хочется с струю попасть и голден эль сделать крутой кого-нибудь сайзан сделать крутой схеме развали кто там действительно попала что сделала когда ты об этом думаешь ты никогда этого не сделаешь нужно другом не бывает самого лучшего пива самый лучший вы сделает мнение других людей понятие дата на нибудь ты что я ставлю цель сделать самое лучшее пиво нет 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 не лучше не лучшее я хочу сделать вот удивить удивить девить чтобы было классно удивить поэтому правда чем меньше в этом думаешь думаешь конечно но это не должно быть вот флагмана мысли это самоцелью да дело такое но именно вот творческая составляющая тоже очень важно потому что чисто ремесло это ну не то все равно как тут большое производство когда уже поток идет да там надо соблюдать качество стабильность это это ремесло успешный человек все равно к этому придет каждый домашний мечтает маленькую пивоварню каждый с маленькой пивоварни мечтает при этом ресторанчиками потом мешает расширить свой рынок сделать промышленную маленькую пивоварню потом расширить ее мощности и потом выйти на внешний рынок ведь все эти цели прописаны и города вначале человек да нет вот я таким никогда не буду говорить не говори гоп это всего лишь ты там не будешь если ты не будешь все правильно этапы всем то именно так это именно там ты да понятно ну там уже да там уже большие глобальные стандарты идут и сохранение качества одно из главных они потому что это обязательно то здесь когда ты над каждым литром несешь фактически в руках клиенту это одно дальше это клиента своего гостя одни видны потребителя своего не видишь чем больше объема чем больше между собой потребителем людей тем тяжелее сохранить это точно и критику воспринимать тяжело и толерантным быть тяжело критику тяжело надо учиться мне очень тяжело даже говорить мнение существует потому что я не всегда понимаю правильно критику поймут ли это к критику дружественную направлен на то чтобы помочь ну критика с одной стороны тоже хорошо потому что тоже начал говорить о классно для себя классно думаю сейчас выкину на рынок все прям разметут и все а а там там не то там не то и так немножечко раз слабость и человек сливается другой например вот надо нет надо тогда отработать не сказать и гиганты период принимает критику когда ты перед этим похвали вот я например я заправил я пью хорошее пиво и обязательно позвоню пивовару и скажу что блин вот это сижу пью кайфу и радость если бы плохое не всегда и по телефону стараюсь не говорить лично потому что ну я хотел бы чтобы это была помощь а не какая-то ну все равно критиковать надо потому что это даже помогает помогает очень осторожно конечно можно поэтому надо глаза в глаза подбирая слова понимая ну хорошо спасибо на это позитивной ноте закончим спасибо огромное